У нас просьба ко всем. Мы решили вот делаем пруд и притом надо вот эту дорогу. Вот сейчас пойдете, обернитесь и увидите, тут проезжает Игорь. Колеса наполовину тонут. И препятствия. Зачем? Что? Это уже сегодня даже нам уже говорят. Ну и так-то тоже это не дело. Вот позади, посмотри, как он проезжает. Колесо наполовину тонет. У нас ничего нету. Но внезапно позвонили и позвонил член нашей общины. Он хоть и слабенький такой, но будто бы в понедельник приедут смотрины делать тут. Наши места все проехать. Если так дело пойдет, то надо, чтобы мы не были обмануты. Ну и по разуму сделали-то. Специалистов-то больших нету. Вот отсюда сразу только начинается и сразу уже... А вода взять еще туда. Мы хотим поднять ее дамбу. Поднять. А для этого-то нужна глина. А глина-то здесь только чернозем один, навоз разный. Уже спрашивают, нужны нет самосвалы. Это камазы большие. Камаз, значит, это надо экскаватор, бульдозер, само собой. Уже 4 единицы техники. Полторы... 1700 или 1500 за один час работы берут. Понимаете, что деньги-то крутятся уже не нашего порядка. Везде делает это государство. А у нас никто и не обращается никогда. Вот обратились со столбами Игорь Барабаш. И посмотри, провели. Никто не ждал. Бетонные столбы приехали. Они тут 4, наверное, 7 человек работали. У нас никто не обращается. Своими силами. Ну как это будет? Желание-то есть. А кроме желания-то надо еще что-то приложить. Нам нужна от вас только молитва. Мы ничего не просим. Ни средств, ни помощи. Помощь-то какая нужна? Лишние деревья свалить зимой, чтобы убрали. Вокруг, которые стоят вот здесь, это 15 больших ветлин. Они только засоряют. Они уже дупло там упали наполовину. Когда застынет все, спилить и убрать их. Мы сейчас хотим, чтобы здесь проветривало убрать. Там не просыхает, там в тени. Ветви вот так вот склонились и едешь. Ну совсем никуда не годится. Мы думали, вот у нас кольца здесь метр. А здесь вот такое вот. Воды некуда. Мы стали копать. Сейчас раскопали там полтора метра. Вот такие вот трубы. И сейчас мы там копаемся под землей, как в шахте работают мои братья. Прямо там внутри. Ты вот зайди, как пойдешь. А теперь вода будет туда идти. А вторые вот здесь положить, перекрыть. Ну а озеро само собой уже будет тогда. То есть там трубы уже были? Потому что знаний-то мало. Кольца. Если приедет человек. Нам нужна молитвенная помощь. Больше ничего. Бог сильный. Он знает, как поступить. На молитве я прошу вас всех помолиться. Головой не крути. Помощь твоя нужна. Ты понял? Нет? Чтобы дорогу... Говорят, а мне дорога зачем? Это мне сказал один из ваших. А зачем мне эта дорога? Мы едем через кладбище. Я говорю, только осталось вам на кладбище. А вчера посмотрел. Десять раз примерно проехали туда-сюда с техникой. Как это не надо-то? Разбомбили вот такие вот. Глубина водой все стоит наполнена. Но если так будет. Стал говорить. Но это же глина. Тогда в глине увязнем. Сверху песок. Так вы думайте, что говорите. 1701 самосвал. Это надо минимум 20 самосвалов. Ну умножь теперь это все. Ты понимаешь, что это какое? Так это не все. После этого надо гравий вести. Это... Ну тебе понятно, что это такое. Всякую деталь. И тоже помолитесь. И наш Бог. Он Бог обатый. Богатый. И у него всего много. Неприятность еще одна была такая. Кто-то из вас неприятное слово уже получил. Из вас. Кто собирал железо сдавал? Хоть когда-то? По дворам начали ходить. Вытаскивают то, что нужно. Уже захватил. Разве это можно делать? Это самое настоящее неприкрытое воровство. Где он их кто принимает-то? Хоть позднее посмотреть там свои, забрать, говорится, технику свою. Подряд все сметают. Игорь опять оборвали радиатор, украли и прочее. Ну, ну... Никто не дежурит. Вы не случайно слышали, собаки лаяли-то всю ночь. Это вот как раз в эту ночь обокрали. Да, да, да. Все тащат, что есть. Ну, хотя бы дежурные были, два человека ходили. Ничего нет, улегли спать. Я каждому говорю, обойдите вокруг дома до воскресни, Бог хотя бы просчитайте-то. Ну, не будьте такими беспечными. Мы стараемся, делаем, я-то это же не для себя делаю. Мне-то какая польза от этой дороги-то? Я раз в году приезжаю сюда. Ну, нельзя так. Просто не проехать ничего. А знаете, когда вот сегодня мне сказали, Путин где едет, раньше было Хрущев, и ночью пололи свеклу, фонарями пололи, чтобы показать, что у нас все хорошо. Где Путин едет, там дорогу начинает, ну, он маршрут-то свой знает. Скорее делает, чтобы президент порадовался, как мы хорошо живем-то. И называется Потемкинские деревни. А мы патриарха пригласили. Понимаете, если патриарх-то к нам поедет, куда он поедет-то тут? Надо скорее дамбу восстановить, значит, с понедельника. То есть послезавтра у нас могут приехать, его звать Андрей, кто созванивались. Техника работает у них уже в Шарщино. Казаки попросили на три дня, говорят, а уже три недели не выходят. За каждый час, там, сколько у них положено, полторы тысячи. Мы на все согласны, а техники нету. Недели три созванивался Алексей с Барнаулом, так и не дали ничего. А это рядом, это почти наверняка будет. Что за техника? Сказали, что может быть не курящий какой-то будет хотя бы. Договорились, где будет столоваться. Там у нас в гостинице спать. Мы затеяли, на полпути-то мы не бросим. У меня сегодня неприятность такая была с одним из ваших здесь. Пришел, позвали его зачем-то посмотреть. Он посмотрел. Я говорю, ты зайди внутрь, два шага внутрь, два шага шагнуть. Загляни там, там вот такое только отверстие всего. А труба-то вот какая, вот труба. Там работает кирка. Никита главную работу сейчас там делает, а другой Сергей снаружи. Как он разобиделся. Я еще пацан. Тут уж не гордость и неизвестно что. Мы сидим там, люди в шахтах работают. Тебе только два шага шагнуть, посмотреть. Разобиделся, вы смерть. Веры никакой нету. Самоотрещения нету. Тут вообще ничего нету. Совет давать. Какой ты можешь дать совет? А теперь если мы возвышаем туда, а там где идет этот тоннель, трубы-то лежат-то, глина-то свалится, нам нужно теперь борта сделать, хотя бы вот такие вот вдоль дороги-то. И никакие-то железные борта, чтобы глина-то не свалилась. Ты понимаешь, какие вопросы-то возникают? Это уже по ходу, мы даже не думали об этом. А там надо поднять, выровнять от этого места, и там, где далеко, где уже нету воды-то. А весной вода идет, она... Да она у вас корытом дорога-то, она идет по дороге. А когда такое будет, да тут не будет, как не будет. А вот эта дамба-то, сколько лет она стоит? На дамбе-то воды нету. Ну там и движения нету. Да и здесь-то движение-то какое. Осенью, весной проедет где-то. Как его утрамбовать, землю? Эти вопросы на сухую руку-то не решаются. Все везде надо где-то. Мне нужна помощь. Нам нужна помощь. От Бога. И вы будете молиться здесь, завтра. Попросите Господи на нашу немощь. Взгляни. Все понятно? Спаси Христос за внимание. Теперь нужно, чтобы Бог вразумил Игоря. Как правильно сделать? Он говорит, не знаю. Я говорю, ты с таким комбайном работаешь, а то уже тебе вся остальная задача ниже. Тут я знаю как, а тут не знаю. Да все ты знаешь. Маленько погодя, уже почти решение вышло. Нашел борта машины. Какие-то, их теперь заварить надо. Сантиметров 50-30 в землю закопать. Ну а дальше стояки разные. Ты тоже загляни как-то. Ты нигде не появляешься. А совет-то твой вот как нам нужен. Газель-то по твоему совету на водке. Мы гадали по интернету, лазили, спрашивали. И наконец на Глушковском варианте. Так меня, да кого ты слушаешь, да он еще знает. А нынче ты приехал-то, ехал, здесь вот Мариасов там подремонтировал. Ну как новенький идет. Так она прошла три раза по экватору земной шар. Это что-то стоит. Проще всего отвергнуть. А у него знания есть. Он посоветовал, конкретно мы послушали. И вы не ошиблись. Я ее зову белая лебедушка. А другие говорят колымага. Ну как хочешь. Ну с Богом. Будем ждать ответ от Бога. Короче, утро на утро.